Здесь было все партами заставлено. Вот так светануло, вот отсюда, вот туда, а там статуя девочки маленькая. А потом раз, вот сюда, а там голова какая-то гипсовая. Сотрудница школы Элен Кац честно признается, она далека от искусства, но сразу поняла, находка более чем стоящая. А так как здание немецкая, школа была построена в 1901 году, то и скульптуру женщина связалась с тем временем, но ошиблась. Вон, если видно, вот там маленькое помещение, закуточек какой-то, чуланчик, а там все остальное, там статуи, брельефы, там все вот. А вот следы, это сегодня с галереи приехали рабочие, 4 человека, 4 мужика, бетонную статую тащили, такую тяжелую. А вот и сама находка. Все 9 артефактов попали к сотрудникам художественной галереи. Наталья Василевская с гордостью рассказывает, уже сегодня эксперты вынесли 100% вердикт. Большинство скульптур дело рук ныне покойного калининградского мастера Николая Соловьева. В 70-е годы он не раз участвовал в местных выставках. Каталог одной из них как раз находился в галерее. В этой книге есть такая работа. Соловьев, портрет капитана. И оказалось, что вот эта вот голова, которую мы нашли в 41-й школе, только без низа, вот тоже принадлежит, оказывается, Соловьеву. Ну и так и постепенно, как бы ниточка за ниточкой, выяснилось, что действительно работы принадлежат этому скульптору. «Моряк» создавался под конкретную выставку в Доме художников, а эти барельефы посвящены армейским будням. На первом изображены учения военно-морского флота, на втором – три бегущих армейца, и, наконец, третий изображает офицеров, которые отдыхают во время стрельб. К слову, в коллекции галереи работы Соловьева появились задолго до подвальной находки. В нашей коллекции этот скульптор представлен в разных материалах, с которыми он работал. Это и дерево, это и бронза, и, конечно же, камень. Почерк, конечно, проглядывается обязательно для специалистов-экскусствоведов. Это сравнение очень хорошее. Уже законченных работ и работ таких вот, которые были найдены, они этюдные работы еще. Впереди признаются эксперты, у них масса задач. Предстоит узнать, каким авторам принадлежат остальные скульптуры. В планах также понять, как они попали в подвал. Но эту тайну в личной беседе с директором школы нам уже удалось раскрыть. Леонора Анатольевна провела собственное расследование и даже связалась с бывшими сотрудниками. Скорее всего, в школе работала его мама, которая после его гибели, трагической гибели этого скульптора, она их спрятала. У нас музей, наверное, с целью именно того, чтобы они так сохранились, и вот таким вот образом, чтобы они все-таки потомкам достались. По роковой случайности в этом году Соловьеву должно было исполниться 70 лет. И, как выяснилось, его помнят многие местные художники. Также доподлинно известно, что мастерская скульптора находилась напротив Дома Советов. Возможно, именно поэтому недострой хотели украсить его работами. По одной из версий барельефы должны были установить на вот эту стену возле Дома Советов. Сейчас она украшена граффити и с виду ничем не примечательно. Но в подтверждении своей версии специалисты приводят вот эти квадраты. Скульптуры должны были находиться именно здесь. Речь идет конкретно об этом артефакте. На скульптуре изображен великий русский полководец Барклай-де-Толи. И пока искусствоведы продолжают исследовать работы, Ленкац планирует еще долго не выпускать из рук фонарик. Женщина убеждена, мрачные подвалы школы могут таить в себе еще много секретов. Светлана Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город.